Для создания кнопки у нас есть вкладка MaxButton, мы установили, как вы помните, специальный плагин для этого. Заходим в эту вкладку и вот есть кнопка Add New для создания новой кнопочки. Кликаем, да, и вот, значит, такая форма. Вот сюда вводим название кнопки. В общем, это название нигде не будет отображаться, это нужно для того, чтобы отличать одну кнопку от другой в каталоге кнопок. Но у нас на сайте будет одна кнопка, поэтому это чисто символично мы вводим. Значит так, далее, вот сюда ButtonToolType мы ничего не вводим, потому что если вы сюда что-то ведете, то при наведении на кнопку на самом сайте, то будет выводиться подсказка на белом фоне, в общем, будет выводиться текст, который вы здесь укажете. Это не очень красиво. Потом в поле текст мы вводим название кнопки. На название, которое будет уже отображаться на самой кнопке, мы вводим консультация. Так как у нас кнопка будет вызывать всплывающее окно, то сюда мы ссылку никакую не ставим. Если вам нужно будет делать переадресацию на какой-то адрес, на какой-то URL, то сюда вы вводите ссылку. Если хотите отображать эту новую страницу во новом всплывающем окне, то кликаем, то устанавливаем галочку в этом чекбоксе. Пока здесь все. Идем, спускаемся ниже. Значит, нам нужно теперь настроить внешний вид. Да, я не сказал, что слева находится панель настройки кнопки, справа в верхнем углу, видите, находится превью-презентация текущего состояния кнопки. Это нормальное состояние, это состояние при наведении. Мы будем делать при наведении кусора мыши на кнопку. Мы будем делать одинаковое состояние в двух фазах, поэтому приступаем. Значит, во-первых, текст у нас будет черный на кнопке. Кликаем, опять же, по этому стикеру, выходит та же знакомая уже нам панель. Выбираем черный цвет. При наведении также выбираем черный цвет. Далее, смотрите, давайте сначала по цветам, перепройдемся. Здесь мы давайте-ка поставим также рамку черную и при наведении черную рамку. Отлично. Далее, давайте фон мы сделаем вот этот, поставим в качестве фона нашу маркировку, желтенькую, которую я говорил в прошлом уроке при создании всплывающих окон. Ну, вы уже, я думаю, выучили эту маркировку, поэтому просто вставляем эту маркировку. Видите, вот так вот выделяется. И при наведении такую же маркировку. Но это не самое интересное. Самое интересное, вы можете сюда добавить еще один цвет, сделать градиент, то есть смешивание. Для этого активируйте вот этот свитч и давайте добавим черный цвет. Видите, как красиво получается. Выбрали. Ну, здесь в качестве тени также можно черный подстроить. Так, теперь. Вот она область. Это уровень закругленности углов кнопки. Если мы поставим 10, то со всех сторон, видите, сделается 10. Для того, чтобы установить для каждой стороны, для каждого угла различный уровень закругленности, нужно открепить привязанность каждого всех этих углов. Для этого нужно кликнуть вот по этому замку и привязанность откреплена. И теперь вот здесь мы поставим 5, допустим, и здесь, и здесь также 5. И видите, разный уровень закругленности, и это очень более красиво выглядит. Так, здесь пока все. Спускаемся вниз. А, теперь давайте сохраним изменения. Для того, чтобы настроить функционал вызова всплывающего окна, нам нужен класс этого всплывающего окна. Для этого переходим во вкладку PopUpMaker. Нам нужно всплывающее окно консультация. Вот он класс. Копируем этот класс. Возвращаемся к нашим кнопочкам. Вот наша кнопка. Да, если здесь, смотрите, была другая еще кнопка, допустим, напишите мне, допустим, да, кнопка, то здесь была у нас, помните, я наверху рассказывал, чтобы отличать одну кнопку, а другой я раньше рассказывал, когда мы настраивали. Здесь была бы, напишите мне, а тут была бы консультация. Именно вот то название, в самом верхнем поле выгружается вот сюда, и так мы можем отличать одну кнопку от другой. Для того, чтобы создать новую кнопку, вы можете, допустим, кликнуть, покопировать. Для того, чтобы ее удалить, вы можете кликнуть по мофту трэш. А мы будем ее редактировать, поэтому кликаем по edit. Все, теперь спускаемся в самый низ, и где, видите, экстра класс. Ставим курсор мыши и вставляем скопированный класс нашего всплывающего окна, и кликаем сохранить. Все, наша кнопка создана. Наша кнопка полностью создана и настроена. Теперь нам нужно будет приступить к первоначальной настройке дополнительных страниц. Об этом поговорим на следующем уроке.